Вчера вернулся и буквально на днях снова в дорогу. Поэтому, несмотря на обеденный перерыв, Владимира Писаченко приняла у себя в кабинете заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Владимир, пусть Господь дает вам силы. Все непредсказуемо в ваших руках и уникально. Потому что вы находите одних людей, соединяете их с другими. Вы такой гонец счастья, надежды и добра. Расспросил о поездке, как там, что видел, с кем встречался. Интересно все. Помните, я вам показывал ролик, когда мы ехали на машине, и мальчишка стоял возле двора. Я подарил канцелярию. Но получилось так, что мальчишка, ребята вышли на меня, говорит, дядя Вов. Он написал теплые слова благодарны, спасибо за то, что вы там тратите деньги, находите время. Таких мальчишек, как мы. И вот он мне присылает перед поездкой, дядя Вов. Самый большой подарок я хочу ноутбук. Я этот ноутбук 12 часов ночи, я привез ему домой. А для Любови Платоновой Владимир привез розу, сделанную из гильзы разорвавшегося снаряда донецким умельцем Виктором Михалевым. В подарок за заботу бывших малолетних узников концлагерей об аллее ангелов в городе Донецке. Вот эта бумажка, где весь список ваших взносов. И вот здесь Виктор написал время, дату, число и получил сумму. Большое спасибо за поддержку в искусстве и низкий поклон. Любовь Платонова – одна из тех, кто пережил в детстве концлагерь. Она, появившаяся на свет в лагере смерти, с дрожью в голосе говорит о трагедиях сегодняшних детей Донбасса. С 14-го года убивали детей, и еще нас пытаются назвать агрессорами. Но ведь они самые настоящие агрессоры, когда даже не щадят детей. И об этом всячески замалчивают. Участники этого общества говорили о том, что они готовы выделить 100 рублей, 200, 300. Меня это тогда сильно очень удивило. Люди, которые сами нуждаются в помощи, решили собрать деньги для тех, кто сейчас находится в не очень простой ситуации. А в нашем Видном вскоре будет установлена мемориальная композиция в память о всех детях, невинно убиенных от рук нацистов. Ее изготовит кузнец Виктор Михалев. Мы решили вот эту композицию, она будет еще облагорожена, будет очень красивая. Переиграть. Ладно, будет прекрасная. Вот с этой гильзы, которая принесла, эта мариупольская, принесла сколько смертей. Но мы будем выдавливать с нее не смерть, а звук. Я ему звонил, говорю, Виктор, это Володя с Видном. Говорит, Вова, да, помню, братик, так и так. Я говорю, как у тебя дела? Он говорит, плохо, у меня нет материала. Я говорю, это все решаемо, я тебе завтра привезу. По пути, пока ехали, солнце нас ослепило, я там воткнулся в яму от взрыва мины. Мы там два часа простояли, пока приедет какая-то машина, следующая там по связи вызвали, чтобы нас вытащить. Кое-как мы доехали, насобирали. Я ему привез большую кучу такую, штук 300-200. Я говорю, хватит, Виктор. Он говорит, Володь, за глаза. Историй, подобные этой, у нашего посланца доброй воли много. И станет еще больше, ведь скоро будет готова очередная партия груза. И тогда снова в путь. Представители депутатского корпуса Ленинского округа, являясь инициаторами сбора помощи, регулярно готовят к отправке необходимые вещи, снаряжения для военных, автомобилей и продукты питания. Владимир Писаченко призвал всех, кто имеет возможность помочь, делать это адресно. С нашего района 700 человек мобилизованные. И 700 человек нуждаются в помощи. Если вы готовы как-то помочь, я прошу, присоединяйтесь. Хотите, поедете со мной, хотите, езжайте сами. Но это наши пацаны, это наши ребята. И наши ребята с нашего двора и с нашего района. Давайте все вместе поможем нашим ребятам. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok